В Твери названы имена победителей 23-го фестиваля телерадиокомпании «Территория хороших новостей». Торжественная церемония награждения прошла на сцене киноконцертного зала «Панорама». В этом году на участие в конкурсе было подано 89 заявок. Журналисты представили 168 работ в четырех номинациях. Работа фестиваля телерадиокомпании Центрального федерального округа «Территория хороших новостей» по традиции началась с круглого стола. В общении приняли участие сотрудники ведущих СМИ региона, представители общественности, ведущий федерального телеканала Игорь Прокопенко, руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Тема общения была обозначена так – настоящий герой нашего времени в СМИ. Как отметили собравшиеся сегодня, так можно назвать самых разных людей. Многодетная мама, это и водитель трамвая. Я встречала таких профессионалов, у которых просто мурашки по коже, когда они рассказывают о том, что любят. У меня с ребятами есть проект, называется «Поколение выгодок». Это проект, помогающий ребятам, подросткам осознанный выбор профессии сделать. И мы приглашаем туда вот таких вот горящих людей. Как отметили собравшиеся сегодня, важную роль в формировании общественного мнения играют как раз средства массовой информации. Впрочем, не всегда в повестке масс-медиа герой по-настоящему герой. Зачастую истинное значение этого слова теряется. Об этом, в частности, говорил Игорь Прокопенко. Мы-то говорим по привычке о том, что герой – это тот, на кого нужно быть похожим, кем хочется восхищаться. А мы-то в реальных наносителях, мы-то часто видим совсем другие герои, и они тоже герои, потому что они интересуют людей. И вот как найти баланс героев между вот таких вот героев в кавычках и настоящих героев? Вот это сегодня задача огромной государственной важности и, может быть, планетарной важности. Также в ходе фестиваля прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров сотрудников СМИ. В этом году на участие в конкурсе было подано 89 заявок. Журналисты представили 168 работ в четырех номинациях.